Добрый день, уважаемые слушатели канала «Сангельц». Тему этого эфира мне подсказал вопрос клиентки в одном из недавних эфиров «Сангельца» об ожидаемом эффекте от рекомендации и действия рекомендованного камня. И мы сегодня поговорим об этом и о многом другом. Поговорим о жизни. В первую очередь я хочу подчеркнуть важность базовых представлений о диагностике в целом, диагностике судьбы во времени, в ритмах, в циклах, понимании себя. И я уверена, что подобная диагностика нужна всем. Это инструмент, помогающий определить, в какой день можно то, либо другое. Это как некое повседневное руководство нашей жизни. Кто я? Какие мои программы? Как научиться чувствовать небо? Что от нас хотят? Высшие силы, наши ангелы. Зачем мы пришли? И для этого есть множество инструментов. Курсы, если говорить о том, что записано или есть записи на сангельцах, на широкий выбор. И, конечно, если человек готов углубляться, если потенциал к этому, в дате его рождения все записано, все это есть. Но так или иначе, если человек когда-то, рано или поздно, он пришел к тому, чтобы постигнуть вопросы, которые для него пока являются непонятыми, это уже первый шаг, это уже очень большое дело, когда он поставил перед собой вопросы, и он идет узнавать дальше и глубже. И, переходя ко мне, могу сказать, что драгоценные, полудрагоценные камни, они обладают своими свойствами, они разные, для каждого камня свое. Но кто-то, возможно, думает, что это просто плацебо. При этом люди забывают порой, что камни обладают собственными вибрациями. Они не могут не влиять на человека, потому что человек также обладает своими личными собственными вибрациями. И это не просто какая-то безделица, которую мы носим. Они обладают вполне физическими свойствами, химическими. И могу привести пример, что целый ряд оптических свойств выявили ученые, которые занимаются, есть целая кафедра в МГУ, кафедра кристаллографии. И вот уже пять лет они изучают свойства кристаллов. И эти изучения, они расширяются, расширяются, складываются в определенные дома, в определенное руководство. И они любопытные. Ну, принцип работы камней в асту или во время носки, он примерно одинаков. И я сейчас хочу перечислить кое-что. Значит, во-первых, эффекты от коррекции камнями или другими артефактами, они проявляются примерно спустя три месяца. Именно столько времени требуется, чтобы поменять события в неряд. Об этом же говорят в старославянских источниках. И в контексте этого могу привести такую аналогию. Вот прочитала, что источники старославянские говорят, что важно отмечать не Новый год, а именно Маслнесу. Вот оттуда идет закручивание ритма, правильного ритма. И это мы как бы умасливаем наши события в жизни. Это событий неряд, чтобы ожидаемые нами, запрашивая нами события, пошли как по маслу, говорят. И вот эти три месяца формируются события. Три месяца там, три месяца там. Три раза мы волшебной палочкой взмахиваем. Священное число три. Если посмотреть, это Липитер дает расширение, дает как благостная планета нам наши ожидаемые эффекты, если мы, так сказать, готовы к этому. Далее. Второе. Не будет ожидаемо работать камень, подвергшийся длительному нагреву или некоторым другим методам улучшения товарного вида или выращенный искусственно в лабораторных условиях. Сейчас их камней много. Их выращивают на Востоке и выдаются натуральные. Они очень красивые, очень яркие. И в этом контексте для себя, когда я работаю с камнями и заряжаю в рейке камни, подбираю, например, есть разные методики, об этом на курсе говорю, которые записи есть. и есть методика, когда мы камни заряжаем, вот, например, на три ступени, в том числе мастерскую, и потом выкладываем, вот у нас есть 12 месяцев, 12 домов гороскопа, и мы каждый месяц оформляем каким-то одним камнем. То есть мы запитываем, мы настраиваем данный камень на определенный событийный ряд. Причем в одном году я там наверху сказала, что мы прогностику свою должны знать. То есть каждый январь каждого года ну вроде бы похож, ну да, похож, потому что он несет определенные свои характеристики. Но этот январь, например, 2024 года, для меня индивидуально несет энергию, там, скажем, ну, жрица, если право, а следующий январь несет другую энергию. То есть мы заходим в год с тем набором энергии, которые нам этот год приготовил в качестве уроков, в качестве проработок, в качестве бонусов и так далее, и так далее. Поэтому, заряжая камни для себя под свой расчет на год, мы можем создать некий круг, говорят, женские круги. Что такое женские круги? Когда садятся женщины, ну, мастера или люди, которые пришли к мастеру, и она, это мастер, задает некий тон, она заряжает пространство на определенную волну, частоту, энергетическую волну, и женщина, каждая, как по цепочке, создает общее поле, и это поле усиливается. Так вот, то же самое можно делать с камнями, да? Каждый камень подобранный под себя конкретно, да? Настроенный на январь, вот, ну, условно говоря, там для меня нужен, в январе нужна там какая-то более милитативная, да, тема. Я выбираю, например, амекист, дальше, там, не фираль, свое, 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 они все заряжены, и центр круга, этот мастер, это сам человек. Вот, например, я сама, да? Я сижу в этом кругу, и мы работаем, ну, в инвентации работаем определенное время вот с этими камнями, как с живой структурой. И у нас получается такое эффективное, да, эффективный магический круг с этими кристаллами, и мы создаем, запускаем, да, закруживаем, закручиваем те потоки, которые необходимы. Поэтому вот в этом контексте, когда мы желаемое свое ждем, то лучше все-таки приобретать необработанный камень, который, ну, побывал лишь в руках геолога, мастера, продавца. Мы его почистим, конечно, да, и здесь мы уже уверены, что он рабочий. Ну, даже геомологи, надо сказать, не всегда могут легко отличить эти улучшения. И во многих случаях определить вообще подвергался ли камень лечению. Порой, ну, не видно, да, сейчас такие технологии. И часто незаметная термическая обработка, она осветляет синие-зеленые камни. Таким образом, синие-зеленые, турмалины, если говорить о них, их следует отнести к возможно термообработанным, да, кто-то любит турмалины очень сильно. Далее, третье. Когда говорят, что камень бесполезен и не работает, я как человек, любящий логику, хочу всегда знать, а на что он бесполезен. На то, что задумал человек, связывая свои ожидания с этим, как бы перекладывая часть своей духовной внутренней работы только на камень, тогда согласна. Но полностью бесполезен он просто не может быть. И дальше мы об этом поговорим. Или он не работает, надеюсь, и сейчас этот камень, да, и стоит дождаться эффекта, параллельно работая с собой. Камень является своего рода спусковым механизмом, запуском, ожидаемых процессов. Вот эти три месяца, да, о которых мы говорим, запуская. Ну, вообще-то, если про выбор камня, то камень должен понравиться. он, как я уже сказала, побывал в руках мастера, продавца, покупателей. Один посмотрел, другой посмотрел, и камень всех немножечко запомнил. Если его не почистили, то он несет коллективную энергетику, плюс к своей, да, и, конечно, у камня свой разум, характер, с ним нужно подружиться. У вас, например, все идет через мантру. Я улучшаю свою квартиру частями, ну, потому что улучшение, ну, у меня квартира формы Г, такая, сложная, и здесь ступенчатая работа, и каждый раз, вот, недавно я тоже делала эти коррекции, значит, как это происходит. Вот, когда эта коррекция делается, берется камень, ну, камень, артефакт, да, берется в правую руку, а левая отсчитывается, ну, четками необходимое количество повторений, как правило, 108. раз мантры, которые произносятся, ну, вот, мы какую-то зону улучшаем, и в этой зоне есть управитель. Так вот, мы мантру читаем для управителя этой зоны, мы связываемся с этим управителем через эту мантру, через этот камень. То есть, через мантру активируется камень, соединяя желаемую информацию с божеством сектора, и являясь одновременно и подношением, и артефактом. Коррекцию камнями делают, ну, первое жилье, да, чтобы повлиять на судьбу или напрямую, когда мы хотим уже изменить его, тогда их назначают для носки. И это как отдельная история, как выбор, знаете, жениха-невесты, да, такой сакральный процесс, он не на бегу вообще. И придя на выставку камней или в магазин, важно сонастроиться, почувствовать свой камень. Камень в глобальном смысле не может быть нейтральный или никакой. Например, цвет, поговорим о цвете. В специальных организациях цветовой спектр, дизайна, он влияет на наше восприятие. Темно-синий цвет Сатурна в коридорах больницы, вот если кто помнит, в советские времена такие бывали коридоры. И такие коридоры, они создавали нам тяжелый эмоциональный фон. И буквально вот этот фон, это настройка сатурнянская, она довела на психику. В то же время дизайн стен современных лечебниц, выполненных в светлых тонах, зеленый, бежевый, белый, он создает эффект воздушности, позитива, психологически уравновешивает нас. И надо сказать, что многие интерьерные журналы на сегодняшний день, они наполнены цветом, потому что цвет создает настроение, он повышает или понижает давление по необходимости, он дает активность или успокаивает, помогает выполнить рутинную работу и вдохновляет на какую-то в хорошем смысле борьбу с конкурентами. Но если это какая-то фирма, которая заказала дизайн, у вас, то эксперта, скажем, в каких-то оранжевых тонах, сегодня день солнца, воскресенье, так вот в тонах солнечных. И то же самое цвет камня, зеленый, я сегодня в таком тонне, оттенки зеленого. И что такое зеленый? Это про раскрытие сердечного центра. И глядя на него, на зеленый цвет, дается гармоничные вибрации, доверия, любви, радости. Носить на себе кусочек радости, будь то на пальцах, например, или в ушах, да, вот сережки. Разве этого мало? Скажу больше, чтобы сгармонизировать, например, Венеру в гороскопе, она отвечает за партнерство, за чувство, за удовольствие. Рекомендует покупать дорогие украшения, потому что роскошь, естественно, состояние женщины. Богиня Лакшми удовлетворена, когда женщина реализует свою женскую природу. Когда она не экономит на себе. Понятно, что каждый день мы это делать не будем. Понятно, что я точно так же всякий раз сверяю свой бюджет на то, когда и что приобрести. Но бывают времена, когда покупки совершаются просто потому, что захотела. Очень по-женски. И это правильно. И Венера тогда... Моя Венера довольна, моя внутренняя женщина довольна. А если она довольна, она вдохновлена, и все приходит. И, конечно, надо сказать, что, например, по средам, да, мы надеваем одежду зеленого цвета, чтобы гармонизировать себя с энергией Меркурия, потому что Меркурий – это про контактность, про знания, про деньги. и Меркурий, он не дрожит с Луной, поэтому мы не надеваем белую одежду по средам. И тем самым мы как бы выпускаем, ну, в гороскопе у каждого из нас, да, в каких-то домах, в каких-то взаимосвязях эти планеты стоят. И мы как бы устанавливаем вот эту вот лояльность, да, по отношению к божествам этой планеты, когда мы самостраиваемся на те вибрации, которые дает эта планета. Таким образом, зеленый камень – понедельник или зеленый свет – понедельник, он нехорош, а в среду он идеален. Это опять про то, что вообще бесполезен или нет. Отдельная консультация про то, на каком пальце руки, в каком металле, да, когда надевать первый раз. Вот все это говорится про драгоценные камни. И здесь общее правило неизыблемое. Всегда рекомендовано обращаться не просто к джойте шестрологу, а плюс ко всему к эксперту, имеющему квалификацию гитотерапевта, хироманта. И это назначение сильнейших корректоров. Вот эти камни, признанные драгоценными на уровне федеральных законов, я их перечислю. Это алмаз, сафир, рубин, изумруд, александрит. Для них отдельная тема. Это четко, и здесь нельзя как-то по-другому, потому что это как назначение лекарств буквально, да. А вот остальные камни, они работают значительно мягче. И это либо аналоги заменителей вышеперечисленных. Ну, например, тот же самый, мы говорим про зеленый, да. Изумруд – это максимальная концентрация вот этого качества, да. Если остальная, а их очень много, да, зеленых камней, вот эта вот гамма, да, зеленого цвета, она, то там смотреть надо, в интернет много информации, если, например, кто-то интересуется, то можно зайти и посмотреть. И они, каждый оттенок зеленого про свое. Но так или иначе, если посмотреть, то они все про сердечную чакру, они все про то, чтобы раскрыть себя миром, про то, чтобы показать, что я живой, я дышу, я вижу красоту. И здесь, на этом этапе, да, вот надо, конечно, смотреть по камням. Камни назначаются, как я уже сказала, например, есть портрет личности и по дате рождения на каждую позицию, на каждый этап жизни. Здесь свой камень, это порождение, вот так идет человека. Есть еще прогностика года, да, почему я начала, и там под задачи года могут дополнительно назначаться еще камни. То есть здесь вот все вывязано друг с другом. И если вообще про камень сказать, вот на санскрите есть такое, ну, слово, да, притхи называется, или дух земли. И это о том, что он начинает гибрировать определенным образом в камне, да, тем самым создается возможность появления атомов, молекул, они начинают скрепляться, их держат вместе энергии, вот это вот дух, как магнит. И он позволяет атомам соединяться и быть плотным. то есть земля, то есть земля, или васту это форма, если посмотреть квадрата, прямоугольника, и плотная, набежная, если это, ну, из предметов, это вот стул такой, или кресло удобное, в котором вы четыре ножки, и он так, заземленный, например, человек садится, и он абсолютно уверен, что ему будет и удобно, и безопасно. И когда делаются коррекции в доме, и это тоже должно происходить в определенное время, не всегда это можно, для этого составляется календарь благоприятного времени для этих коррекций. То есть подбирается день, время, и, ну, как я уже сказала, камень надевается в определенный день на носку тоже, да, это касается первого входа в дом, ну, там, естественно, назначение для даты свадьбы и прочих, прочих факторов здесь много. И мы можем поменять неудачу на удачу, если в правильное время выбирать начало наших практик, наших техник. Энергетика дома сильно влияет на нас, и мы должны понимать, что если, ну, в принципе, мы все можем переделать даже, да, если так посмотреть, если мы заехали не в правильное время, вот говорят там, дверь там повесили вообще к двери, поскольку это такой своеобразный род дома, особое отношение, если мы даже дверь навесили не в то правильное время, то считается, что нужно ее снять, подобрать время и навесить ее снова. тем, чтобы запустить как бы заново процесс вхождения в дом, процесс жития, да, вот этот вот обновить этот счетчик, чтобы благоприятные события стали приходить в этот дом. И есть дома, вот называются как черная дыра, когда дом высасывает энергию человека, хозяин не может в нем отдохнуть, не может выспаться. И дом либо дает энергию, и обстоятельства жизни хорошие появляются, они защищают человека от предстоит времени смерти, либо его плющит. Если в гороскопе, например, идет еще и тяжелый период у человека, то, ну там не только, скажем, астрологический, да, масса нумерологических периодов, которые там влияние пусть меньше, но они так или иначе оказываются. И плюс дом дает сложности. Тогда, конечно, эффект, я про эффект говорю, эффект от, ожидаемый эффект от какого-то своего действия, да, он один. Если у нас еще и дом нам дает силу, дает поддержку, дает возможности, эффект другой. И в этом контексте могу сказать, что существует три типа удачи. удача небесная, удача человеческая, и удача земная, вот тот самый басту, это земная удача. И отдается на всю эту вот удачу, да, обобщенную удачу, которую за 100% принимается, здесь внутри по 33% на каждую. И если начать себя менять и менять свой дом, то это уже 66% удачи. Но в Калиюго все эти проценты смотрятся скромнее, но так или иначе они есть. Пусть они скромнее, но это просто уменьшается. Но эффект-то есть. И важно дом скорректировать. Важно, чтобы он приносил удачу, ну, в зависимости от того, каков дом, да, есть дома, ну, как я уже сказала, как черная дыра. И в таких случаях хотя бы, чтобы он не вредил. Наши кармические события, реакции, они собирались, упаковывались в судьбу многие воплощения. И понятно, что камень не волшебник. И в раз он ничего не изменит. Но в мире в это же время нет ничего лишнего. Вот как ранее, знаете, был период, что удаляли аппендикс, гланды. Врачи всем рекомендовали. Вот у меня, например, тоже гланды удалены в детском возрасте. И потом оказалось, что это все напрасно, потому что и аппендикс, и гланды выполняют важнейшие регулирующие функции в организме. И тоже в этом контексте приведут стату, что в Ветхом Завете говорится, что даже волос не может упасть с головы человека без воли Божьей. Поэтому камень создается высшими силами. Как он может быть? Это прекрасный камень, пустым в целом. Ну, это невозможно, в принципе. То есть он как минимум станет катализатором необходимых процессов. Но это не панацея. И теперь вот о вас поговорим еще подробнее. Значит, если обращается человек с просьбой подобрать камень по дате рождения, сразу возникает вопрос, какие знания надо задействовать, чтобы подобрать максимально точно. И когда имеем дело с датой рождения, то это в любом случае ну, нумерологи, астрологи по астрологии подбирают. И нам нужны эти знания о кристаллах, о их свойствах. Какую связь это имеет с камнями? Кристаллы, минералы, воплощают в себе определенный тип вибраций. Каждый минерал это материализованная в кристаллической решетке вибрирующая энергия. Минералы архетипичны. Вот не зря я сказала, что мы раскладываем в круг магический круг эти кристаллы и каждый несет свою функцию. И они напрямую связаны с нашей психикой. Эту идею подтверждают ученые. Ну, например, Вернер Мавацки нашел связь между кристаллической формой и юнгианской идеей об архетипах. Ну, Карл Густаф Юнг, да, это психотерапевт, очень изменивтый, который ввел эту теорию архетипов. В прошлом веке. И эта теория проявляет в структуре последних как физические формы, так и психическую реальность. Он утверждал, что в симметрии кристаллов есть нечто духовное. Симметричные формы лежат в основе кристаллообразной материи. Это основные закономерности, по которым материя выстраивается в кристалл. Аналогии между симметричными элементами и архетипами становятся необычайно близки. Это стержень структуры реальности. Он утверждал, что архетипы и элементы симметрии должны рассматриваться в совокупности как группы упорядочивающих факторов, которые формируют психику так же, как и материальная реальность. Из сказанного можно сделать такой вывод, что числа представляют собой как свойства материи, так и бессознательную основу наших психических процессов. Поэтому числовые структуры согласно Юнгу это конкретные элементы объединяющие материю и психику. Числа реальны в двух смыслах как архетипический образ и как качественное проявление в пространстве окружающего мира. Тем самым они прокладывают мост между физическим познаваемым и вымышленным. Минералы объединяют в себе свойства архетипических энергий и несут числовое послание материализованное в их кристаллической решетке. Ну как мы работаем сегодня с камнями в большинстве случаев это мы рассматриваем тот или иной камень на фотографии вживую и можно испытать отклик тела ну там легкая дрожь мурашки какая-то горячая волна щепотка холод или другие реакции и в момент контакта он может быть не только тактильный но и через канал зрения через канал чувствования ваше тело входит в резонанс с камнем его энергии они начинают создавать отзыв в теле и именно на это мы обращаем внимание и какой-то конкретный камень ну каждый конкретный камень отзывается какими-то признаками в теле потому что как раз тело в этот момент нуждается в энергиях именно этого камня и тело точно чувствует что именно он решит его вопрос по теме и поэтому такую реакцию выдает определенный ну какие еще камни бывают по форме я сказала что земля сама по себе вас то представляет если картинками черти да и если говорить про вас то если условно говоря в зоне воздуха где у нас бухваю куратор северо-западной зоны да и это круглая форма если мы здесь много принесем таких квадратных форм не круглых да не обтекаемых то конечно мы вот этот воздух этот элемент первый элемент несколько приклушим потому что мы заполним эту воздушность тяжелой землей что будет несоответствие с назначением этого сектора то есть мы здесь обращаем внимание на много факторов ну во-первых это проветривание да во-вторых цвета ну и сама форма так вот форма камня при огранке придается не для красоты как многие могут подумать а под наши цели энергия камня остается та же самая но ощущаем мы ее по-разному и сейчас я назову несколько распространенных форм кокней которые чаще всего встречаются на выставках в магазинах ну например голтовка идеальный вариант для людей которые занимаются созданием энергетических картин я когда-то на ранних эфирах показывала эти картины которые сделала на себя там несколько вандал было разной формы и я прикрепила разные камешки галтовки и ну зарядила это все на мастерскую ступень на несколькими системами рейки и запускаю и могу сказать могу поделиться что ну это уже определенный свой ритуал запуска и отклик идет моментальный то есть это как будто такая воздушная мощная подушка создается между я только руки подношу к этой картине и такой отклик как волна большая идет это уже наработанное наработанный артефакт но голтовка небольшого размера стоит недорого но от этого она не менее эффективна и она несет пользу своему владельцу надо просто понимать куда что и как можно носить с собой можно класть под подушку можно купить много разных камней выбирать вот каждый день тот который откликается либо по дням недели как я уже сказала и такие камешки обязательно нужны дальше сфера самая гармоничная форма которая приносит равновесие покоя расслабление сфера излучает энергию во всех направлениях соединяет человека с энергией окружающее пространство дает чувство целостности единства земной шар мы знаем в форме серы и тот самый как я уже сказала бог ваю который курирует северо-западный сектор он имеет вот эту чертежа форму круга и он дает воздушность вот эту обтекаемость то есть воздух он не может стоять на одном месте он должен везде вибрировать ходить и вот если мы вспоминаем стройки из Пушкина обращаются к ветру ветер ветер ты могуч ты гоняешь сайту и так далее и так далее по просторам то есть вот свойство ветра побывать везде посмотреть все да и если надо то перемести семена из одного места в другое и так далее то есть это такая очень важная миссия ну также мы помним что у магов у эзотериков вот эта вот хрустальная сфера стоит на столах как правило выбирает это горных хрусталей или какие-то для себя камни которые отзываются и глядываясь долго в васту есть ритуалы тратака так называемые да когда мы смотрим либо на горящий огонь ну стихи разные либо мы в том числе на сферу либо на это яйцо творения на лингом который ценится больше даже природный когда вот эту форму яйца мы находим естественную да и медитируем на это яйцо и у нас идет поток информации сверху да мы соединяемся тоже через мантр через намерение с божеством которое представляет скажем то что мы запрашиваем да то есть у меня тоже несколько лингом в каждой для своего сектора и соответствует то есть я обращаюсь к своему богу да вот через каждый лингом то есть в зависимости от того каков камень дальше пирамида пирамида концентрирует энергию пространства в одну точку и поэтому идеально подходит для манифестации желаний пирамида является самым мощным усилителем энергии камня и требует определенных навыков работы с камнями и считается что не располагать пирамиды на верхнем полке потому что они падают когда они наберут они становятся вес физически такой же анаркетически очень тяжелыми и васту пирамида это форма треугольника это элемент огня и конечно если наполнить огнем ну опять поговорим про северо-западную зону если много элемента огня в секторе воздуха мы знаем что воздух он огонь раздувает то собственно если это переносительно какие-то на тему взаимоотношений это может быть таким усилителем ночевого вопрос то есть тоже надо смотреть что там он может усилить в этих взаимоотношениях и если бы например дружили первые элементы друг с другом это было бы хорошо но они не все дружат надо просто знать дальше куб куб или квадрат и ну обычно когда говорится про форму куба то всякий раз вспоминают маленькие такие кубики из перита да это как раз такая измененная энергия которая а перит отвечает за богатство за приход денег за блага какие-то материальные одним словом да вот и они заземляют эти камешки вот этой формы они защищают энергию пространства что очень важно для людей живущих в больших городах важно для людей у кого ну те самые в одном из пиров мы говорили например квартиры со срезанными углами если дом такой полукруглой формы на парте человек живет вот форма сердца но здесь хороши для ритуалов нацельных на привлечение любви и они нам напоминают что мы окружены любовью что мы сами являемся источниками ее и хранителями далее есть такой кристалл столбик так называемый да где застрем кончик и они хороши для работы с желаниями и вот на этих энергетических картинах когда делаешь и запускаешь такую картину то в центр очень хорошо поставить данный столбик потому что эта форма она тоже как шива лингом или как определенный маяк да вот наверху мы помним эти маяки или мачты они прямо через этот столб энергии направляют намерение человека прямо во вселенную как стела такая ну и друза друза это необычайно красивые сросты кристаллов гармонизируют очищают пространство поэтому они показаны для любого пространства энергия в друзах направлена в разные стороны ощущается сильнее чем у одиночного кристалла и мы берем руки камень он нам нравится мы смотрим на него и радуемся и что в это время происходит вроде бы ничего но на уровне ощущений вы можете зафиксировать что улучшилось настроение вам хочется улыбаться вы чувствуете себя добрее желающий поделиться своей радостью вы можете даже вслух сказать как вам нравится этот кристалл какой он красивый красоту невозможно не замерить и в этот момент вы не сомневаетесь в своих чувствах в своих делице вы точно знаете что это красиво и за эти пять минут например взаимодействие с камнем меняет состояние вы можете не почувствовать это на физическом уровне возможно но точно почувствуйте себя лучше на уровне энергетическом и если взаимодействие с камнем вы будете в этом состоянии находиться неделю в месяц то жизнь точно пойдет меняться в лучшую сторону вы будете по-другому смотреть на мир из этого состояния принимать решения и это лишь маленькая одна короткая негатива рассказать много о чем можно напоминаю что курсы записи про камни про камни и про техники посвящения каменной рейте три ступени третья мастерская все работает в записи и когда мы взаимодействуем с кристаллом мы фактически меняем себя через него и это своего рода диагностика нашего состояния до приобретения камня и после приобретения камня а знаете есть диагностика дома и далее я хочу сказать про нее диагностика дома ну в двух словах буквально да это так называемый чек-лист диагностики жилья и выполняется после того когда построится васту карта ну чтобы вы тоже понимали то есть насколько наше жилье оно хорошо для нас то есть вот в эти три категории укладывается либо оно хорошее либо оно с недостатками но его можно скорректировать либо это живье как черная дыра из которого надо бежать вот такие вот три подкатегории и первое что исследуется здесь это исследуются объекты находящиеся рядом целый список но я просто обозначу те кто заинтересуется могут обратиться и мы совсем с этим поработаем дальше исследуются водные объекты рядом с домом далее исследуется блокирование то есть есть ли соседние дома как они закрывают не закрывают что закрывают не скрывают далее вид из окон дороги проходящие вдоль дома смотрится лифт смотрится состояние центрального сектора насколько в квартире это все свободно не заставлено или заставлено состояние северо-восточного сектора и всех остальных секторов по очереди по часовой стрелке потом подводится итог и потом дается расшифровка результатов то есть если получилось менее 50 баллов а тут бальная система да оценки идет то эта квартира говорится вам не подходит и уезжайте срочно если от минус 50 до минус 20 то коррекции требуется много и рекомендовано подумать о снине жилья если от минус 20 до 0 то будьте внимательны ваше ваше окружение требует срочной коррекции рекомендую записаться на консультацию если это от 0 до плюс 20 то средняя нормальная васту но требуется коррекция от 20 до 50 у вас хорошая васта возможно коррекция тоже необходима но в меньшем объеме и от 50 и выше у вас завидная васту окружение ну вот расшифровка вот она делится на 6 таких позиций да но внутри трех этих категорий ну и что я хочу сказать еще поскольку я несколько раз сегодня упоминала северо-западный сектор и бога вае то хочу закончить сегодняшнюю запись вот этой вот интересной цитатой которую нашла тоже у исследователей славянской культуры тема была в этой статье про рождение имен богов так вот прочтение ну мы знаем с вами Явь правь над да есть три таких уровня и если говорить про прочтение имен Явь наоборот да вот богиня Явь и дает наоборот Вай и известный гоголевский персонаж Ли мы знаем да и древнеиндийский грозный бог Вайю так вот с этим словом связаны такие слова как века древнерусская вика или век сто лет русский писатель прошлого века Николай Васильевич Гоголь представил своем известном произведении Винь как страшное чудовище да хотя что-то не так и вместе с тем он же показал полную незащищенность крестьянских храмов и их прихожан от всякой нечисти потому что наука о защите жилищ соборов людей от чужих людей от чужих энергий она была спрятана она была ну как бы сокрыта да ну по ряду причин когда началась Калиюга под обломками условными обломками здесь не физические обломки древних храмов имеется ввиду а все-таки это под обломками скорее всего времени времен поэтому считается что все-таки знаете лучше а сейчас нам открылись эти ворота нам открылись эти знания нам открывают наши ясноспособности поэтому давайте пользоваться этим давайте брать эти знания и внедрять их в жизнь давайте улучшать свою жизнь постепенно шаг за шагом тем чтобы становилось света больше становилось в душах наших сердцах радости больше чтобы мы были более осознанными в проведении такая заштатная фраза но она про то что то что нужно про настоящее про сегодняшнее и про непленное поэтому это все что я хотела сказать на сегодня спасибо за внимание до следующих встреч на сегодняшний раз я вижу Спасибо.